Вот так закрывается ИРЛЗ-34Н. Почему-то эти резисторы очень греются. Наверное, что 1 МГц. Теперь настроена на 1 МГц. ИРЛЗ-34Н, истоками затвора, истоками затвора. Теперь вроде бы не греются, может они там где-то подключил. Ну, это примерно 1 МГц. Чисто там. Ой, боже. Понижаю. Можно на 500 кГц понизить. Вот такие дела творятся с этим транзистором. То есть, как бы большой разницы нет. То самое. Теперь цеплеты в 100 Ом. То есть, 1 кГц резистор у базы. Для открывающего транзистора будет только 5 кГц. Вот теперь вот так. У него вроде бы где-то тайм какой-то подлиннее. Ну, в принципе, то самое, что ИРЛЗ-34Н, что этот ИРЛЗ-34Н. Сейчас. Вот как видно, в открытом состоянии транзистор больше, чем в закрытом. Вот это открывается, тут он коротит между стоком и стоком, тут закрывается, тут немножко полкруга или сейчас какое-то время на задержке наверное. Большой разницы нет. Я ревзей 4,4 лет. Вот поменял транзистор на другой, этот ПНП закрывающий. Тут маленький был. Там побитый, но он работает. И поставил тоже в базу 10 Ом. Вот тут 1 км и последовательно параллельно ему 10 Ом стоит резистор. Вот по сути та самая картинка. Что с тем маленьким, что с этим. Может они оба маломощные. Может быть, что просто транзистор не умеет еще быстрее закрываться. И у него есть там какой-то деталь, который... Деталь. Которая никак не может дать быстро закрываться. Деталь на 1 МГц. 1 МГц частота. Ну ладно. Так что, наверное, надо искать, подбирать вот эти транзисторы. Чтоб они быстро могли закрываться. А не вот эти, эти закрывающие. И вот этот резистор вот. Такая ерунда. Можно напрямую просто провод ставить и все. Такая ерунда. Можно напрямую просто провод ставить и все. Но на самом деле теперь переделывать, наверное, не буду. Но потом, если буду делать, то, наверное, возможно, этих не буду ставить просто напрямую провод. Закорочу и все, чтоб тут... Какой-то ерунда это и не делать. Вот я могу теперь закоротить и показать, что ничего не будет. И все то самое. Немножко резче открытие происходит. Надо закорачивать. Теперь ИРФ 740. Вот так. Он большую емкость имеет, поэтому он не может нормально открыться, видимо. Вот такие. Возможно, с ним лучше будет, похоже, еще хуже. Вообще, вообще большую емкость имеет. Потому что, чтобы открыться, у меня тут три параллельно поставлены. По 50, по 100 Ом. Между затворами и 100. Поэтому нужно убрать. Один хотел. Вот как он и с трудом открывается, и с трудом закрывается. Его емкость большая. Но это он высоковольтный. Вот. Можно посмотреть, сколько он там будет. По 400 Ом. И теперь пишет, что открывается и закрывается быстро. Ну. Видимо, нужны эти открывающие и закрывающие транзисторы мощнее. Какой его ток. Какой его ток. 10 А. Ток. Вот. Один. Убрал резисты. Два по 100 Ом. Общий ток. Зверев ток. Зверев Z44n. Такая самая история с тем, тут внутри, если вот поставил, то не может быстро открыться. У меня закрытие как бы важнее, чем открытие. Вот, короче, здесь он резистор, надо быстрее открывать. Или если добавляю тут резистор, параллельно другим, которые в базу идут, открывающий транзистор. В общем, самый быстрый, похоже, работает этот транзистор. В ингридии черный транзистор. Вот. Продолжение следует. И это сделает дорогая. Извините скринга. Мод 55 Вольт 30 Амбер. 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 Мод 56 Вольт 30 Амбер. Продолжение следует... По 2 мегаберта частота. Теперь... Такая... Филограмма нам... На затворе... Открыться полностью вообще не успевает. Закорячу этот диазетевой резистор. Вот этот. И посмотрим, что будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Много. Продолжение следует... Вот тут 500 том за воротом. Открывающего в базу. Открывающего в тридисторе. Чуть ли у меня сильность получится.